И так как времени у нас мало, к сожалению, то я буду вкратце говорить об этой эпохе, но я надеюсь, что скоро, очень скоро выйдет сборник моих лекций по истории христианства, где эта информация будет более подробна, с ссылками, с цитатами, и это будет, думаю, важным тоже событием в деле реформации сегодняшней церкви. Потому что именно когда приходит освобождение от этих неправильных вещей, то в церкви освобождается большая сила. Я убежден, что когда православие освободится от этих оккультных наслоений прошлых столетий, это будет большим благословением на самом деле для всей России, и может быть даже не только России, но и для мира. Слава Иисусу! И вот я скажу немного, продолжу о той реформации, которая была в Византии. Она незаслуженно забыта историками, но, а если вспоминают об этом периоде, обычно вспоминают в тонах ругательных, и говорят, это были иконоборцы, это были те, кто поколебал как бы устои традиции, сложившиеся уже тогда церкви. Но на самом деле, друзья мои, это было возвращение как раз к первохристианству. Я думаю, даже это была первая известная, зафиксированная в истории христианства реформация. И она не исчезла просто так. Это не было просто пробуждением, это была именно реформация, потому что не просто она длилась долгие годы, но она имела продолжение. Исторически, документально это трудно подтвердить, но это видно наглядно, что она имела продолжение движения богомильства в Болгарии, Румынии, Венгрии, Закарпатии, богомильства, а затем уже в Западной Европе претечи Великой Реформации, Альбегойцы, Катары, Вальденцы, прочие-прочие, и, конечно же, Большие Претечи Реформации, и затем уже Великие Реформаторы 16-го столетия. Я осмеливаюсь даже утверждать, что именно вот та реформация была первым толчком, которая впоследствии волной накрыла всю Европу в 16-м столетии. И знаете, что, друзья мои, в этот период времени произошли некоторые события. С одной стороны началась реформация. Церковь освобождалась от очень многих доктрин. Неправильных вещей. Церковь возвращалась к первой истоку. И большинство служителей того времени, все-таки епископов именно, слава Богу, поддерживало эту реформу. Кстати, в этот период времени, что еще нужно отметить? В этот период времени в основном в церквях византийских, греческих, православных церквях не было изображений. Если и были изображения в этот период времени, то они были больше иллюстративные, но не для поклонений. Или же тексты из Библии с иллюстрациями, но не для поклонений. Но в большинстве церквей тогда православных, христианских даже не было икон, как таковых вообще, изображений. Был знак креста, а в некоторых даже и знака креста не было. Но было понимание у людей, что это есть нормальная православная церковь, христианская церковь. И это было временем, на самом деле, уникальным временем. Казалось бы, после вот такого мрака, нависшего над цивилизацией в виде оккультного, отступнического христианства, какой-то проблеск. То есть, ислам сыграл где-то как-то даже роль положительную, я бы сказал, в чем-то. Возбудив дух реформаторов, которые на самом деле заявляли, что это не исламские обвинения. Нет, мы сами христиане, мы способны вернуться к первоистокам. Зачем нам сейчас новая религия? Мы же сами в своей вере еще не разобрались. Мы должны вернуться к первоисточнику. И монашество было удалено от власти в этот период времени. Епископат был женатый епископат. Монахам было предложено селиться отдельно. То есть, они уже не считались частью государственной церкви. Это был образ их жизни отдельный. Но, конечно, обид было очень много. Монашество в то время, это была большая, так можно сказать, мафия. Очень большая. Я вам сейчас проиллюстрирую. Здесь у меня есть заметки одного из историков по имени Кондаков, профессор. И профессор Андреев, историк. Здесь, значит, эта работа была написана еще в 1907 году. То есть, сто лет тому назад. Даже чуть больше уже. И сто лет назад эти профессора, российские, они признали факт, что монашество именно в то время, оно именно было главной силой контрреформации той. И выступало за возвращение все к старым порядкам. И вот пример такой у профессора Андреева именно, российского дореволюционного профессора. Он пишет, в это время, иконоборческий период, так называемый, в Византии число монахов можно без преувеличения определить в 100 тысяч человек. У нас теперь в России, ну, я делаю поправочку, это было в 1907 году. При 120 миллионам населения на необъятной территории насчитывается только около 40 тысяч монашествующих обеего пола. Легко представить, какой частью, какой частой сетью монастырей была покрыта сравнительно небольшая, маленькая территория Византийской империи. Друзья мои, я вам скажу, что это была не шуточная армия. Большая армия. Притом очень обиженных и недовольных, отогнутых от власти. Я вам скажу так, вот таких извращенцев, как вот Симеон Столпник, или, значит, Алексей Божий Человек, или какие-то еще такие вот личности оккультные, такие экстремалы, их были единицы, всегда. Основная масса, это не такие вонючие, такие, знаете, вот такие немоющиеся такие личности. Нет, не садомазохисты такие религиозные. Основная масса монастырей и тогда, и монашества, это были в основном пьяницы, обжоры, тунеядцы. То есть, это факт исторический, потому что летописцы тех времен, осуждающие, говорят, что да, в монастырях пьянство, разврат, разгул. То есть, были отдельные герои, их как флаг вот так вот поднимали, этих немытых, грязных, а остальные вели образ жизни праздный, значит, просто-напросто такой разгульный. И, друзья мои, и сегодня тоже можно найти монахов-экстремистов, радикалов, до сих пор они встречаются, может, не такие, конечно же, как вот те, там, столпники, может быть. Хотя, если по Даге пройти Российской, может быть, и кого-то и встретишь, и таких даже радикалов, я так думаю. Но, как один монах мне рассказывал, как он жил на дереве некоторое время, он сам с Перми, по-моему, и жил на дереве на Урале, прям, значит. И, правда, залез туда случайно, не случайно, а спасался, от волков спасался, говорит. А потом понравилось, поселился там. Вот, но это радикалы, это экстремисты, я бы сказал, такие монахи. Но, в основном, они на деревьях не живут, вы понимаете, да, вполне такие монахи, такие, я бы сказал, ну, такие тельцы, упитанные. Вот, значит, и, вы знаете, и в то время среди этих монахов, обиженных уже как бы, ведь их все дотации государственные прекратились в этот период времени, ни один монастырь не получал государственных денег, ни один монастырь. То есть, все были вынуждены перейти на самофинансирование, самоокупаемость, то есть, проще говоря, работать своими руками. Но кто же хочет работать с руками, если они привыкли уже просто лишь как бы языком немного поработать, значит, разглагольствуя, и все, и ничего не делать. Вообще, дух монашества – это дух тунеядства. Это всегда так было. Хотя, с другой стороны, есть и были, и есть, и будут монахи, такие трудоголики, да, я могу в истории назвать таких монахов. Чаще всего дух монашества – это дух гасителей пробуждения. Дух очень такой, я бы сказал, мрачный. Но, с другой стороны, есть и монахи-просветители. Были в истории монахи, ну, те же самые, там, Кирилл Мефодий, допустим, да, ближайшие уже истории к нам, другие монахи-просветители были. Но они, как правило, это те, кто гонимы самой же системой, как инородное тело, отвергаемых при жизни, а после смерти канонизируемые, как великие святые. Те же самые Кирилл Мефодий, опять-таки. При жизни их сажали в тюрьму, свои же монахи-епископы. Вот считали их, начали отступниками, а после смерти их канонизировали, как великие святые. И есть монахи-трудоголики, там, Сергий Радонежский, Нил Сорский. Пожалуйста, монахи, которые работают своими руками, значит, там, и... Но, с другой стороны, это были те люди, которых при жизни не очень-то и уважали. Нет, Сергий, конечно, он в стороне стоит здесь. Но, по-любому, это были исключения, редкие исключения. Ладно. Почему я о монашстве сейчас так начал, внимание ваше, застрять? Дело в том, что в это время произошло необъяснимое, казалось бы. Знаете, кто стал заступаться за монахов и кто стал лидером, или же, так правильно сказать, идеологом контрреформации в то время? Первый визирь при дворце Дамасского халифа. Представляете себе? Главным идеологом контрреформации стал не монах даже, ну, потом говорят, есть такое предание, стал монахом потом, христианским монахом. Это был Мансур, это был, или, как мы его знаем, Мансур из Дамаска, первый визирь при дворце Абдал-Мелеха, Дамасского халифа. Но мы его знаем сейчас в истории, как Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска. То есть монах Аскин, который по преданию православной церкви умер именно в монастыре среди монахов. Но это факт, еще не факт. Известный факт, что он был именно визирем, первым, притом визирем, министр финансов и первым помощником Дамасского халифа. Почему он вдруг вот так вот рьяно стал заступаться за иконы, заступаться за монахов, писал письма, кормил монахов, снабжал их финансами. Зачем, какой смысл был Дамасскому халифу выделять деньги, неужели у них своих проблем не было в то время, выделять деньги на то, чтобы спонсировать монахов, на то, чтобы сотни переписчиков книг. А в то время это было как целая типография, я бы так сказал. Это было очень дорогое удовольствие иметь сотни переписчиков книг. И это было очень даже, я бы сказал, не каждый правитель даже мог позволить себе такую типографию по тем временам большую. И вот эти сотни переписчиков книг, высокооплачиваемая работа. Они были за деньги халифа, работали переписывая письма от Иоанна Дамаскина к византийскому народу, к монахам. Вот вставай народ, заступись за иконы, нашу веру топчут, нашу веру унижают. Вот у нас проблемы из-за того, что мы отступили от наших отеческих преданий. И, друзья мои, нечто подобным занимался и отец Иоанна Дамаскина, по имени, кстати, Сергей. Но, в общем-то, не так широко, как Иоанн. И я рассуждаю так, что, видимо, первым как раз, кто испугался начала реформации Византии, был именно как раз халиф Дамаский. Сто процентов он был напуган. Что сделала реформация? Реформация, она не просто вот церковный обряд меняет. Реформация приносит новое мышление. Реформация меняет все. Что получилось? До начала реформации византийцы, греки позорно бежали. Провинцы за провинцей становились мусульманскими. И вдруг, с началом реформации, арабское войско останавливается. Даже наоборот, откат произошел. То есть были вынуждены провинции сдавать. То есть Византия снова набирала силу экономически. Потому что реформация коснулась и налога, налогообложения системы, и армии, и внутренней политики, просвещения. Школы появились не только в столице, но и в городах. То есть, понимаете ли, то, в чем раньше было упущение византийское, сейчас это все было в Византии уже. И забили тревогу сами же арабы. Такая восточная хитрость. С одной стороны, обвиняли в том, что у вас, мол, где идолопоклонство. А когда стали освобождаться от идолопоклонства, первые же забили тревогу. Потому что из их колоды самый главный козырь как раз и выпадал в то время. И вот это, наверное, одна из первых зафиксированных в истории попыток информационной войны против другого государства. Именно информационной, идеологической борьбы против другого государства. Потому что, когда арабское правительство, они поняли, что с саблями ничего уже не сделаешь. Они поняли, что вопрос здесь уже гораздо серьезнейший. Тем более, что провинции, занятые арабами, честно говоря, не так много было арабов, чтобы контролировать все эти провинции. И никто не мог дать гарантии того, что эти провинции, особенно африканские, они снова не вернутся в Византию. И поэтому, я убежден, именно поэтому халиф денег не жалел на эту подрывную информационно-идеологическую провокацию. К сожалению, она возымела некоторые действия, и при том даже серьезные. Кстати, именно Иоанн Дамаскин, тот самый Мансур, визирь, именно ему приписывают такие, допустим, откровения, как портрет Иисуса, автопортрет Иисуса. Лука, евангелист, якобы, рисовал Марию с натуры. Именно до этого Мансура никто не знал ничего подобного в христианстве. Первых 700 лет церкви никто не знал об этих преданиях. И вдруг он ни с того ни с сего выяснил, на что ссылался сам этот Мансур или же Иоанн Дамаскин. Он ссылался на старые арабские предания, что так и так, будучи визирем, он в библиотеке обнаружил арабского правителя, халифа того самого Дамасского, обнаружил трактат якобы переписки Иисуса с этим правителем. Но, опять-таки, это, если бы он что-то даже обнаружил, вполне возможно, что такие трактаты могли и существовать. Вполне возможно, не отрицают никто. Но было ли это подлинником, настоящим перепиской Иисуса? Ни в коем разе. Если там противоречащие Евангелию самому. Много апокрифов. Кстати, в записке, в одной из записок там была просьба дать разъяснение, что такое апокрифы. И какие есть апокрифические писания. Друзья, это подложные, буквально подложные писания. Одно время их было очень много. Это было популярное такое религиозное мифотворчество. И в старые времена, до Иисуса. А также и в новозаветные времена уже тоже есть апокрифы и новозаветные. Ветхозаветный апокриф, это, допустим, вторая, третья книга Ездры, дополнительные, которых нет в наших библиоканонических. Это книги Маковийские, хорошие исторические, но эти писания, они апокрифические. То есть они не богодухновенные и они записаны как легенды, как предания, как рассказы, как истории, как еще что-то. Как собрание разных и ложных, и истинных там преданий. Но, с другой стороны, церковь католическая, кстати, сделала ошибку такую ужасную. В 16 столетии назло протестантам канонизировала все эти неканонические писания Старого Завета, старозаветные. И эти все апокрифы вошли в так называемый второй канон или второканонические писания. Но это было сделано лишь с целью борьбы с протестантами, чтобы в конце концов даже для обывателя, католика, заявить, у них другая Библия. А это всегда работает. Чем проще ложь, тем она более живучей. И является. И, во-вторых, для того, чтобы в ссылках, неудобо вразумляемых этих ссылках, в этих апокрифических писаниях найти какие-то аргументы за все-таки свои предания, за свои заблуждения и прочее. С новозаветными апокрифами получилось по-другому, но на сегодняшний день известны многие апокрифические писания. Кстати, некоторые я записал тоже на флешку вам. Можете пользоваться ими тоже, просмотреть. Но особо не увлекайтесь, конечно, слушайте, друзья. Значит, всякие Евангелия, их десятки известных этих Евангелий, подписаны они именами, как правило, известных людей, библейских персонажей, там, Никодима Евангелия, допустим, Евангелие от Марии, Матери Иисуса, якобы. Еще называется по-другому Евангелие детства Иисуса Христа. Там как раз рассказ от рождений и до 30 лет как раз именно. Евангелие от Фомы, Евангелие, много-много всяких Евангелий есть. Но почему эти Евангелия, что мы с вами имеем в Библиях сейчас, эти Евангелия были известны и первому поколению христиан. Те Евангелия, которые вот апокрифические, они не были известны первым поколением, первым поколением христиан. Они появились в самые дальние даты, это середина второго столетия, а так обычно пишут второе-третье столетие. И, друзья мои, эти апокрифические писания, они мало того, что не были известны первым христианам, нашим старшим братьям и сестрам, во-вторых, они противоречат по духу и букве, очень часто, грубо противоречат тому, что мы знаем из Евангелий, который передан от самих апостолов, собственно, учеников Иисуса. И, ну, это очень большая тема, я вернусь снова в историю. Это увлекательно, что произошло тогда, но предание утверждает православное, что якобы, вообще Ивану Думаскину много что приписывается, очень многое. Даже пение, распространенное пение на шесть нот. Вот мы знаем семь нот, да? Какие ноты у нас там? Дорами, фасоли, си, да? Кошка села на такси, да? И вот, значит, и... А там, там было провозглашено якобы Думаскиным, что это есть не богодухновенное пение, а настоящее пение должно быть на шесть нот. Нота си почему-то не понравилась ему, и он под анафему ее поставил. В общем-то, с легкой руки Янда Маскина и до самого Петра I в православии не пелась седьмая нота си. Она считалась запретной, табу было наложено на седьмую ноту. И не просто седьмая нота не понравилась монаху этому, а он в рамки загнал всю певческую культуру церковную. Он предложил актоих, так называемые, то есть восемь основных напевок. Ну, потом появились вариации этих напевок, не больше. Шаг в сторону, расстрел, прыжки на месте, попытка, забыл, как там говорят, провокация, попытка бегства. То есть, людей, церковь загнали в такую схему, и попытки выйти за пределы этой схемы, они осуждались как теоретические. Кстати, Петр I, побывав в Европе, и впервые, первый царь все-таки, который побывал в Европе, наконец-таки прислушался, общался с протестантами, с католиками, и в храмах слышал пение на семь нот. Ему это понравилось. И в Петербурге, в капелле, и потом в храме пели на семь нот. Кстати, это послужило даже, как музыкальная революция была настоящая в России в то время. Ведь с самого крещения Руси и до Петра I мы пели только лишь на шесть нот. А кто их сохранился, но он изменился. Старое пение, я сейчас не смогу, наверное, спеть, но оно такое, мне очень нравится, кстати, оно нравится, но оно является другой культурой, старой культурой уже. Сейчас так не поет никто уже, фактически. Кроме старобрядцев, может, каких-то таких вот уже, или любителей старины внутри традиционной православной церкви, каким я был тоже в свое время. Допустим, вот я все-таки постараюсь что-то там пропищать. Значит, вот это слово «аллилуйя», все знаете, да? И есть такое слово «аллилуиарий» в православии. То есть, проще говоря, когда много раз поется «аллилуйя». Вот, в принципе, бенехиновское вот это «аллилуйя», «аллилуйя», это можно тоже назвать в православии «аллилуиарий». Так что можно Бене послать сообщение, что ты поешь «аллилуйя» и «аллилуйя». Но, значит, этот самый «аллилуйя» и «аллилуйя», он пелся очень растяжно, что ли. Вообще, вот по той культуре певческой пелось все очень протяжно, растяжно. Допустим, «аллилуйя» пелось так. «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А- Стихи Псалма, снова Аллилуйя, потом чтение Евангелия вообще. Нет, оно, когда это все, так я представил, было, это, ну, красиво было. Но, знаете, проблема была византийской в чем, и наша потом российская, что думали, что только лишь так можно Бога проставлять вообще. Предполагали многие столетия, что только лишь вот это есть форма поклонения Богу. Вот только так, никак иначе. Шаг в сторону, все, расстрел уже. Ну, именно костер было в России обычно. И, значит, и, ну, реже четвертование, там, накол посадили, все. Самые экстремальные были такие варианты. Вот, значит, и у нас тоже, я так предполагаю, тоже были свои вот эти вот Бетховены и Бахи. У нас тоже, я убежден, как и Ломоносов, могу с ним тоже подписаться, что Земля наша тоже может рожать таких гениев. Но, вы знаете, к сожалению, религиозные и политические были всевозможные препятствия для роста. Религия тормозила развитие науки, развитие музыки. Кстати, недавно был в Александрове, это под Москву, Московская область, город Александров, или нет, не Московская. Ну, от Москвы недалеко, там, город Александров. Значит, и там резиденция этого Ивана Грозного. Он там долгое время имел свой офис, там проживал, там у него терем был для его жен. Ну, такой был, очень такой был, своеобразный человек. Там внизу, там, пыточная камера. И все жены, чтобы были более послушными, он распоряжался, чтобы, когда пытают узника, чтобы двери открывались, чтобы жены все слышали. Чтобы они были послушными жеными. Значит, иначе вот на дыбы отправят. И вот, ну, такой был дядька такой, своеобразный. И вот, и у этого, в том Александрове был случай. Один мастеровой человек мечтал, будем так говорить, как Циолковский, летать. И, но Иван Грозный написал, что рожденный ползать, как говорится, летать не может. И вот, значит, этот самый мастеровой человек сделал себе вроде дельтаплана что-то. Самая высокая точка, это была колокольня, согромоздился. Взял и полетел. И, при том, этот полет был зафиксирован, и он был благополучным, перелетом. Значит, хорошо сел. И вот тут же арестовали, как еретика. Там были иностранцы, представители западных держав. Они были в шоке. В России уже и летают, а мы отстали здесь, понимаете ли. Вот, запахло скандалом международным. Значит, и эти иностранные послы предложили выкупить этого мужика, которого уже посадили на бочку с порохом и решили его взорвать одним столом. Так вот, значит, пущай, летай, да. И, значит, они предлагали. Иван Грузов спросил, сколько вы дадите за него? Вот сколько мужик этот весит, вот столько золота тебе отсыпем, царь. То есть, это очень серьезный выкуп, да? Но царь не то назло иностранцам, как бы и сам неам и другим не дам, не то из своих религиозных убеждений сказал, нет, сжечь этого мужика, взорвать его. И, значит, тот погиб мастеровой человек. В общем-то, и вот его указ был такой, что, значит, как бы, ну, человек не рожден, чтобы летать вообще. Да, и вернемся все-таки в ту самую эпоху. Слушайте, я все такие даю примеры уже ближайшие к нам. Значит, в ту самую эпоху. Большинство чудотворных икон, так называемых, именно как раз известных появилось именно в тот период времени. С легкой руки, опять-таки, Иоанна Дамаскина, того самого Мансура Визиря. Потому что он писал, допустим, такие душесчипательные такие истории, что якобы там икона одна, ее рубанули Марию мечом, икону, и у нее кровь потекла, так называемая иверская, до сих пор ее так рисуют. Опять-таки, этот случай, он вообще, откуда он взялся, неизвестно. Просто Иоанн Дамаскин взял и описал этот случай, до сих пор эту икону рисует. Троеручица, Мария Троеручица с тремя руками, то же самое. Это выдумка Иоанна Дамаскина. Но там, правда, имеется в виду, я вначале, когда увидел такую икону, я подумал, я сам художник, я подумал, наверное, художник просто, ну, как бы, неправ. Я вспомнил историю, когда мы очень по живописи рассказывали, значит, они там халтурили, и самая в советское время была хорошая халтура, это собирать памятники воинам, там, солдатам, там, Ленину тем более. И вот, очень просто все было, были детали уже готовые, просто нужно было вовремя их там правильно сделать, их, значит, там, зачистить все, покрасить, все, поставить, потом ждать эту комиссию, ленточку порезали, они приняли. А они, короче, пьянствовали накануне, вот, и им было не до памятника Ленина, а потом взяли на пьяную голову, все это смастерили, покрасили, все нормально вроде бы, даже не заметили. Вот комиссия тоже не заметила подвоха, а когда уехали, художники быстрее разобрали Ленина, потому что они собрали из двух разных памятников один памятник, и получился мутант, с двумя кепками, одна кепка была на голове, другая в руках была. Вот, и там еще другие были приколы, но, оказывается, троеручиться, это не ошибка художника, это идея вот этого самого Мансура, есть предание, согласно которому халиф якобы отрубил своему визирю руку, якобы, значит, за то, что он писал письма в защиту святых икон. Ну, друзья мои, чистая вода выдумка, откровенная ложь, но, по легенде, эта рука якобы приросла, когда он молился перед иконой Богородицы, она приросла якобы. Вообще-то, если визирь проворовался или что-то, он, тем более, в ересе заподозрен, то халиф рубил не руку, халиф рубил самую голову. Да, как-то мудаву, да, что рубить, хвост или голову? Ну, хвост, но по самую голову, говорит. И вот, и вы знаете, друзья, вот, это чистая легенда, но, опять-таки, она прижилась и до сих пор делают три руки Марии, две ее, как бы, собственные, а третья, вот так вот, как-то, это вот та самая Мансурова, там, Ивана Дамаскина рука, как бы, благодарность пририсованная, как бы, так вот, к Марии. Мария троирущица, якобы три руки в честь Троицы. Другая версия, что она двумя руками держит младенца Иисуса, а третий помогает рук людям. Но почему не шесть рук тогда? Тогда было бы с подручней помогать вообще. Многоножница, многоручница, значит, да, да, это буддисты в этом плане, они далеко продвинулись. Я спрашивал одного буддиста, почему, он жил в монастыре когда-то, почему у вас там вот столько там этих рук у божества? Ну, говорит, чтобы вытаскивать там, значит, там, из суетного мира этих грешников, от суеты, избавляя их от пожара лесного, там, ну, говорю, ну, мало рук тогда, нас-то больше гораздо таких грешников. И, знаете, друзья, интересно, провокация сработала, но не сразу. Помните ли, что Третий Собор Вселенский имел, на самом деле, два собора, да? Вот примерно такая же история была и с Седьмым Вселенским Собором. Примерно та же самая история, но немного другая. Итак, было два седьмых Вселенских Собора. Вы можете это пометить себе. В 745 году, а другой был в 787 году. Седьмой Вселенский Собор. Ой, я извиняюсь, слушайте. 754. 754 год и 787 год. И почему два этих Собора? Я сейчас вкратце расскажу. В 754 году сын Льва Иссавра, Константин Капроним, продолживший политику своего отца, он решается на созыв Вселенского Собора. Богословы, чтобы прекратить споры и разногласия в империи по поводу иконопочитания мощей, ведь мощи были преданы земле в большинстве своем храмов там, то есть отказались люди от этих вещей поклонения реликвиям, а монахи настаивали, что это нужно восстановить. И чтобы прекратить такие всякие смуты, было решено и рассмотреть все эти послания. Собраться в Константинополе, в столице. И в столице, в Константинополе проходил в 754 году Вселенский Собор, на котором было заявлено, я не буду сейчас зачитывать там правила, но буквально один из тезисов, да, преамбула, что иконопочитание было введено сатаной для того, чтобы отвлечь людей от поклонения истинному Богу. Представляете себе, евангельское утверждение было, и самое уникальное, что в решениях этого собора именно ссылки на Писание, как на авторитет, потому что прошлый собор, шестой, допустим, да, таких ссылок не делал, друзья мои. Они писали, изволилось Святому Духу и нам, и дальше вот тебе, что изволилось. Не может Дух Святой то говорить одно в Писании, потом вообще другое, совершенно устами этого собора. Если Дух Святой уже написал уже в Новом Завете, что епископ должен быть мужем одной жены, да, написано, неужели Дух Святой скажет, о, ребята, я передумал, извините, пусть будет без жены, и пусть даже разведутся они. Не может Божий Дух говорить сегодня одно, завтра другое, прямо противоположное. И к чести тех отцов собора, они свои, вот эти вот, изволилось Святому Духу и нам, они подписывали местами Писания, то есть ссылками на то, что Дух говорил на самом деле в Писании вернейшем, как сказано, пророческом слове. Это было, конечно, по сути, это был собор реформаторский. Официальная церковь отказывается принимать этот собор как собор, считает его лже-собором, считает его неканоническим и прочее, прочее, прочее. Хотя были епископы и Востока, и Запада, но, правда, было три фракции на соборе. Три разных мнений высказывалось. Первое мнение, самое радикальное, их было немного, этих богослов, епископов, которые выступали очень радикально. Они отказывались даже знак креста вывешивать в храме и над храмом. И они говорили только лишь тексты из Библии, все, больше ничего. Другая, самая, наверное, такая большая фракция богословов и епископов из западных и восточных утверждала, что необходимо не только тексты, но и иметь крест, знак креста, а также изображения, допустим, натюрморты, пейзажи, украшающие эти тексты Писания, и также аллегоричные изображения, допустим, Иисуса в виде пастуха с ягненком, допустим, и прочее. То есть, которые намекают как бы на библейские персонажи, но не явно рисуют это все. Потом, третья фракция, она выступала за то, чтобы иметь иконы именно, но также было заявлено, что не для поклонения, а для иллюстрации, чисто для иллюстрации. Они, кстати, ссылались на авторитет Папы Римского. Западные богословы именно выступали за этот принцип. Западная церковь в то время выступала за то, что они назвали Библией для неграмотных, то есть иллюстрации для людей в церквях. Не для поклонения, а для иллюстрации сцен из Ветхого и Нового Завета. Пожалуйста, рисуйте, изображайте. Вот три фракции. Победила самая крупная, самая большая на этом соборе. Было заявлено хорошо, можно иметь натюрморты, пейзажи, аллегории. Но не для поклонений, но не для вот этих вещей. Однозначно все три фракции согласились с тем, чтобы мощи придать земле, потому что написано «прах ты, и в прах возвратишься». Монахи встали демонстративно и ушли с этого собора. То есть они заявили, что мы противники этого всего. В голосованиях участие уже не принимали. Дальше. Много других радикальных решений было принято, конечно же. Звучали слова о необходимости перемен больших в церкви. Но в скором времени пришла к власти императрица, или, как она сама писала о себе, император Ирина. Это было сенсацией. Вообще это было сенсацией для Византии. Женщина подписывалась мужским титулом, и она заявила о себе как о полноправном правителе Византии. И, в общем-то, помните ли, что я говорил, что мама Константина Великого, Елена, стояла у истоков ритуального христианства, стояла у истоков, заложила основу, найдя крест, другие какие-то вещи, Иисуса, якобы апостолов. Так вот, Ирина, она продолжила этот процесс, и она, вообще, она, вот, по моему мнению, воплощение вот такого духа Иезавеля в церкви, потому что она стала побивать пророков настоящих служителей, проводила чистку в рядах церковных, репрессировала тех, или же по собственному желанию, якобы, как в советское время, на пенсию отправляла служителей, и продвигала своих ставленников, в основном всевозможных извращенцев, потому что сама она была такая, довольно-таки, женщина, ну, нетрадиционной ориентации, как говорят. И сама она имела резиденцию свою, постоянную, на острове Лесбос, и там она находилась. И кроме своего разврата и убийств, она своего же сына приказала заморвать в стене, и сама выкала ему глаза. Вот имейте в виду, что эта женщина, она, даже неверующие историки в шоке, когда изучают историю царства Ирины, императрицы Ирины. А они считают, даже светские неверующие историки, это одно из самых темных пятен в истории Византии. Но официальная церковь опустилась до того, чтобы канонизировать эту Ирину как святую. Лишь за то, как мне один священник московский пояснил, Чувашин родом, мы с ним беседовали, говорю, ну почему вот Ирину канонизировали? А он говорит, ну вот, да, грешила много, но за то, говорит, она же икона восстановила. И вот ради иконопочитания, ради именно того, что она вот возрождала иконы, ее как бы грехи прощаются, как бы и она вот святая теперь для нас. Многие женщины с именем Ирины носят на себе медальончики эти кулончики, изображение царицы Ирины, не понимая, кого они носят, какого изверга, буквально в юбке, они на себя цепляют. Но, друзья мои, когда Ирина ушла от власти, она ушла после переворота, министр финансов, ее же Никифор, спасая империю, буквально, которую она раздавала, угадайте кому? Арабам. Кому она давала большие деньги? У меня даже, я взял выписки такие, какую дань она позорно платила в Византии, платила арабам. Армию, кто армию почти распустил фактически? Как Сталин генералов расстрелял перед войной? Она уничтожила командный состав армии византийской под предлогом борьбы со смутой и поставила своих ставников, бездарных совершенно, которые просто проигрывали все, издавали все эти провинции. Византия разрушалась и спас положение только лишь министр финансов Никифор, который сделал переворот, и все вздохнули облегченно в то время, большинство людей, кроме монахов, конечно, которым опять было невздобровать. И Ирину сослали на свой остров, лес бы со служанками, там она и умерла, в принципе. Ее резиденция до сих пор, обломки, останки, меккой является для вот всевозможных извращенцев. И, вы знаете, друзья мои, потом, я вкратце уже дорасскажу, еще пять минут буквально, собор, который она собрала, 7-й вселенский, проходил в 787 году. И это был собор из нового состава епископов. Это были епископы во главе с патриархом Тарасием, человеком далеким от религии, чиновник государственный, извращенец, также известный, ставший патриархом Византийской церкви, который иконопочитание провозгласил как доктрину, как догмат. После Ирины все снова вернулось, были другие правители, я уже говорил о Льве Армянине, все вернулось именно снова в евангельское русло. Но ненадолго, к сожалению. Произошло следующее. Следующее. В 842-м, в 843-м годах императрицей стала Феодора. Феодора это как бы личность, не то чтобы все императрицы были плохие, нет, просто вот так попало, что именно Елена, Ирина и Феодора, вот три вот этих правительницы, которые иконопочитание, они одна заявила об этом, другая узаконила, а третья установила окончательно, как считается. Каким образом она это сделала? В 842-й год и до 11 марта в 843-го года, казнив свыше ста тысяч своих подданных, которые отказывались поклоняться иконам, проведя массовые зачистки по всей империи. Мыслимо ли это, друзья мои? Однако же и она угодила в святые. У меня даже есть на одном из слайдов икона, изображающая святую Феодору. Друзья мои, и после этого у кого-то из историков еще поворачивается язык нагло говорить, что вот Лев Исавр был кровавым тираном. Да, он казнил, да, но не за идеей, не за убеждения, да, были казни при нем, да, но казни по таким статьям, по которым в любом государстве, ну, нормальном, также карается смертной казнью. Допустим, ладно, это уже, там было семь или около того монашек, которых он казнил публично, по его приказу об этом казне была совершена прямо в Константинополе, но их казнили за смуту, за бунт и за убийство, которое они в городе произвели, монашки, а одну из них опознали вот эти свидетели, которые, значит, были там на месте преступления, убийства этого офицера, и вся вина офицера была в том, что он, выполняя приказ, императорский указ, он снимал в общественном месте, ни в церкви, ни в храме, ни в коем разе, в общественном месте снимал икону, верное убежище, и монашки сделали бунт, убили офицера и солдат некоторых, и вот их казнили. Самое интересное, этих монашек причислили к святым мученицам, уголовных преступниц назвали мученицами русской церкви, не только русская, греческая, так же. Да, хорошо, после того, после 842-43 годов, кажется, реформация закончена, а нет, есть некоторое продолжение, реформация, она не уходит просто так. Друзья мои, богомильство, движение богомилов, это я убежден, это продолжение, этой реформации, потому что, в принципе, учения богомильские тех времен во многом совпадают именно с идеями реформации византийской, а также, ну, другие реформаторы. Хорошо, завтра у нас будет еще день, я предполагаю, завтра поговорить больше из истории России, пример вам привести хочу, и также о таинствах церкви и некоторых обрядах расскажу. Друзья мои, пусть бог благостовит каждого из вас, пусть, на самом деле, я думаю, Божий дух уже показывает и будет еще показывать вам место в истории, то ответственность времени, ответственность перед богом, потому что дни лукавы, время коротко, на самом деле, и жизнь, она не такая уж длинная, друзья мои, у нас, и хочется проставить Бога в этой краткой земной жизни. Друзья мои, и я думаю, что все те реформаторы, что были до нашего времени, они могли лишь мечтать об этом времени, в котором Бог нас поместил, Бог нас поместил, дал нам время здесь жить, сейчас на земле, и на нас ответственность и перед богом, и перед многими поколениями христиан, какие были здесь. Давайте встань, друзья мои. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь. Я благодарен тебе за это время. Благодарен тебе за эту честь служить тебе в это время. быть свидетелем и участником Великой Реформации этого поколения, нового поколения. Господь, Отец, Бог мой и Царь мой, во имя Иисуса Христа вышли делатели на жатву Свою. Вышли делатели, Господь, на жатву Царства Своего. Евангелие Царства распространяется по всей земле. Бог Всемогущий. И здесь, в России, Бог, Ты созидаешь Свою Церковь. Ты укрепляешь христиан. Церковь, как столб и утверждение истины. Именно здесь. Бог Всемогущий, я благодарен тебе. Слава тебе. Отец, я прошу тебя, во имя Иисуса, пусть каждый из нас, Боже, имеет снаряжение для сражений, имеет ведение для сражений. Господь, пусть темница рушится, религиозных предрассудков, колдовства, заблуждений. Пусть души выходят на свободу, во славу Твою. Господь, тебе вся слава нашему учителю, нашему наставнику, нашему любящему Отцу. Тебе вся слава и честь. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аплодисменты великому Богу.